Так, тут в общем люди в слезах спрашивают по поводу расписания на юниорское гран-при, первый этап. Уже расписание доступно на все три этапа, но вот что касается первого. Кстати, какие изменения можно увидеть в этих таблицах? Раньше, ну вот в последнем сезоне еще так было, девушки обозначались как лейдис, то есть буква Л стояла, а теперь их поменяли на женщин. Буква В. С чем это связано, непонятно, но будем надеяться не с какими-то такими новыми тенденциями и веяниями, знаете, как родитель номер один, родитель номер два. Да, ну так вот, что у нас касается расписания в Куршавеле. Куршавеле у нас отстает на один час от Москвы, соответственно, по московскому времени мы прибавляем один час. Как видим, да, во-первых, жеребьевка. Жеребьевка у нас будет 18 августа, в среду. В пол второго будет мужская жеребьевка, потом пол третьего женская и пол четвертого танца на льду. Соответственно, прокаты. Когда прокаты? Прокаты у нас начинаются в четверг, 19 августа. Девочки будут катать в 15.45 и в 8.20 мальчики. На следующий день у нас, на следующий же, да, в пятницу. В пятницу у нас 4 часа танца на льду и в 18.20 у девочек будет произвольно. На следующий день у нас мальчики катать в 13.45, а танцы на льду будут в 17.25. Затем общая церемония награждения и, что интересно, в 21.30 до полдвенадцатого у нас будут показательные. Показательные для кого? Непонятно, для пустых трибун, видимо. Но вот, причем две недели подряд. То есть в следующем расписании на второй этап гран-при, который также тут будет, в этом Куршавеле, там тоже значатся вот эти показательные. Ну, как бы мы не против, да, но кому это? Для кого? Для каких зрителей? Для пустых трибун? Там все сделают таким темным, ничего видно не будет и будет казаться, что вроде бы кто-то сидит. Ну да ладно, в общем, такие дела, вот вам расписание.